Йоу, друзья, Пандос FX на связи. У нас уже четвертая серия моей новой рубрики FIFA с паками. Безумно радует ваша активность, как я думаю и моя. Поэтому давайте снова 7777 лайков и следующая серия выходит прямо завтра. Вот так вот, друзья, стреляю видосиками каждый день. Так, в общем-то, из прошлой серии вы поняли, что я немножко психанул и налутал различного вида паки. Также выбил себе Бергвижна. Как обычно, дизайнерам Electronic Arts огромнейший респект за то, что они делают такие красивые сексуальные карточки. По статам что сказать, у него вроде пейс бустанется, 4 на финтах имеется, слабая нога, 2 звезды, это, конечно, лютый кошмар, ну, что поделать. Также, ребята, у нас будет один набор редких игроков, я выполнил задание за серебро. Ну и в целом у нас есть 10 паков, чтобы налутать что-нибудь интересное, так что если что-нибудь упадет, мне клевое, вы об этом узнаете. Так, ну, на Мендош, кстати, Португалия Селзе. Вот как-то так вот это можно делать, все, слинканусь. Ну что, последний пак 83+, все игроки, все редкие за серебро, которое я выполнял. Давайте смотреть, просто смотреть. Будет ли у нас первый уолкаут? Падает, блядь, максимальный рейтинг из минимального. Ну что это за говно? И столько дубликатов, учитывая, что... Блядь, у меня просто нет слов, нахуй, просто нет слов. Так, ну что, друзья, пока что вот таким вот образом выглядит наш сквадик. Нашел тут Джеймса у себя в клубе, который очень круто линкует Оксфорда и Бергвайна. Возможно, вам будет казаться, что я очень тихо разговариваю в некоторых моментах. Просто сейчас у меня 6 утра на часах, а видос у меня должен выйти в 3 часа, поэтому мне приходится так рано встать, чтобы записать для вас контент. Просто вчера я уснул в 8 вечера и встал в 5 утра. Да, у меня просто сумасшедший график, но при всем при этом я стараюсь держать себя в тонусе и записываю видосы каждый день. Так, ну что, давайте смотреть, какие нынче составы в 8-м дивизионе. Блядь, это самый тупой гол, который я забивал. Ну окей, 1-0. Каким ПМБ. Вот так вот новичок моего клуба показывает, что это топ-карта, которую будет у нас тащить. Так, Бергвижн. Новичок нашего клуба. Блядь, ну пожалуйста, блядь, да что за... Блядь, это просто пиздец, друзья. Ой, блядь, ладно, хорошо, играем дальше. Бергвижн. Вот так вот. Новичок нашего клуба, друзья. Бергвижн забивает свой первый дебютный гол. Ой-ой-ой. Да как так бенземат Ким Пэмбо убегает? Тихо. Ох, перекладина от Каримчика. Спасибо. Прости нас. Так, соперник что-то проснулся, блядь. Во втором тайме начал ебейшим образом играть. И мне вот везет. Второй раз уже везет, что соперник не забивает. Так, депайчик, ну-ка остановись. Блядь, а как тебя остановить? Ёб твою мать, выносите, пацаны. Так, надо забивать третий срочно. Я чувствую, что он такими темпами может, конечно, отыграться. Так, вот наш шанс забить, друзья. Вот наш шанс забить. Делаем вот так вот. И вот так вот. Блядь, я хуй знает. Вот после патча, по ощущениям, что киперы вернулись на исходную позицию. Вы помните, как они нереально тащились с метра, блядь, в начале фифки? Вот эта хуйня как будто вернулась. Опа, хорошо, Бергвижн. 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 И вот так вот. Блядь, ну это просто пиздец, блядь. У меня просто нахуй нет слов. Ну как, блядь, ворота такие огромные. Ты прям в руки, блядь, голкиперу даешь, ебантяй. Вот так вот. Без офсайда. Без офсайда. Пожалуйста, 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 есть. На последней минуте мы забиваем таки третий. Фу, Батшуай, респект. Я думал, мы без дополнительного пака уйдем, но ни хера. Так, ну и давайте смотреть, какие у нас тут промики. Есть по 25, есть по 35, 82+. Ну давайте, два пака по 35 тысяч. Как обычно, надеюсь и верю, увидеть волкаут этот заветный, который, блядь, я никак не увижу, блядь. Ну и второй пак. 82+, 35 тысяч. Надо смотреть. Есть! Но это не нормальный волкаут, это хуёвый волкаут, да. Это не 88+, модрич. Ну, волкаута мы дождались, конечно, но явно не этого я ждал. Фафана, Алекс Тешера, Данила Перейра. Конечно, ради него крутить состав и как-то попытаться его вставить через Ла Лигу. Такой себе. Так, наш следующий соперник. Ага, вот оно что. Цветная команда тут даже имеется. Диаби, розовенький, два информа, Мави, Маркинюш. Ну, составчик достойный. Так, Жота, отлично, на Бергвайна. Бергвайн выходит один на один, раз на раз. Назвайте это как хотите, но, конечно же, не забывайте. Потому что голкиперы в этой игре реально стали как в самом начале. Просто тащат всё и вся, блядь. С метра, с сантиметра. Посмотрите, блядь, ну это всё. Это Габела, блядь. У меня уже очко трещит от этого матча. Блин, конечно, по-хорошему кого-нибудь из Тоттенхэма поймать, чтобы Бергвайну как-нибудь сыгранность прикольнуть. А то четвёрка сыгранность, ну это прям хуйня. Я хотел сказать, но, блядь, эта четвёрка сыгранность не помешала ему забить лонгшот с 5000 миллиардов километров. Да, отлично. Вот вам и оранжевая карточка Бергвайна. Я просто увидел у него талант дальние удары. Так, я чувствую уже, что это моя новая звезда в команде. Так, хорошо. Я вижу Бергвайна. И вот так вот делаем. 2-0. Слушайте, наш новичок прям отлично справляется с задачей. Так. Удар отмена. Удар отмена. Ля, пиздец. Этот Бергвайн какой-то разъёб тип. И он играет с четвёркой на сыгранности. Я боюсь представить, что будет, если он на фулл сыгранности выйдет. Этот соперник не выдержал. Левая нога две звезды. Я вам напоминаю. Вы помните, в начале видео я говорил? Бля, какой тип. Ну, вы посмотрите на эту улыбку. Опять без волкаута. Огонёчки. Англия. ЛЗ. Манчестер Юнайтед. Ну, почти. 84 рейтинг. Что нас ждёт внутри? Давайте смотреть. Так. Видо. Колман. Так. Ну и второй пак. За 35 тысяч. Есть! Или нет? Вы знаете? У меня чуть сейчас сердце не вылетело нахуй. ЛФА бразилец. Тут есть ещё один ЛФА бразилец. Ёб твою мать. Какой сейчас у меня был шок-контент в голове, друзья. Я думал, всё. Я поймал Неймара. Ну, слушайте, статы выглядят, кстати, неплохо. Его как-то можно линкануть. Попробовать. Не. У меня нет хороших бразилецов, с которыми я бы смог слинковать. Плюс кимпэмбэту сразу плохо будет. Поэтому пока что Эвертон у нас отменяется. Ну, на заменку пихну. Чуваки, я не знаю, насколько это полезная информация для вас будет. Но сыгранность четвёрка – это не так уж и плохо. Посмотрите. Открываем статы и видим, что это просто те статы, которые нарисованы у него на карточке. То есть, по факту, вот карточка, которую видите с её статами, она выглядит так, как вот выглядит на сыгранности 4. Вот такая познавательная информация. А всё, что идёт дальше от 5 и больше, там же идут бусты непосредственно на какие-то статы. Так что четвёрка – это более чем хорошая сыгранность. Тот же кимпэмбэлт на семерке, казалось, но плюсики у него имеются. То есть, статы вниз уходят уже там сыгранности тройка вроде. Давайте смотреть на третьего соперника. Тут у нас АПЛочка. Так, ну, я в первую очередь буду играть опять же на Биргвижна. Сами видели, как этот парень разъёбывает. Ебать. Бля, нет, тип какой-то прям щелютый. Так, опасненько, опасненько, между прочим. Блядь, ну, сколько отскоков, пацаны? Ну, вы чё? Ну, это гол, скорее всего. Нет, не гол. Блядь, ну, отберите. Да как мяч это брать? Ну, просто пиздец. Спасибо, кимпэмбэ. Ну, пожалуйста, ну, отберите мяч. 1-0. 1-0. Проигрываем. Так, ну, естественно, никто сдаваться не будет. Мы сразу же бежим в кикофную. Сразу же бежим в кикофную. И Бергвайн. Ебать, как же он хорош, друзья. 1-1. Чё ты делаешь, блядь? Нихуя ты, блядь, крутишь финтеля на своей половине поля. Хорош. Ты меня этим запугать пытаешься? Так, вот оно, вот оно, друзья. Вот оно, Бергвайн. Просто разъебьте, блядь, я в ахуе. Как же он крут в атаке, блядь. Я не знаю. Типа сыгранность четверка, но при этом ебошит так, как будто, блядь, R9 в моменте. Соперники просто не выдерживают, друзья. И вы мне в комментариях говорили, что если соперник клевает, то это 3-0 по умолчанию. Поэтому, чё, два пакетика еще открываем. Ну и снова всех поздравляю. Мы едем дальше. Выходим в седьмой дивизион. Так, у нас остался последний пак за 35 тысяч, поэтому давайте откроем один пак за 25 тысяч и один пак за 35 тысяч. Давайте смотреть, что же нас здесь ждет. Уолкаут в паке за 25 тысяч. Не может быть. Невероятно, но это Лерис всего лишь. Но не 88 плюс, опять же. Типа у нас в этом выпуске было аж целых два уолкаута, но планку 88 плюс мы не преодолели. Чё внутри? Так, Мертенс. Это, возможно, было бы где-то неплохо. Это даже супер, я бы сказал. Это отлично, потому что это Бильгейтс. А как вы знаете, бильгейцев мы любим. Так, игрока из Тоттенхэма нет. Я вот прям сижу и жду игрока из Тоттенхэма. А хотя вот он есть. Почему нет? Но, к сожалению, это не полевой игрок. У нас будет Мертенс бегать вместо Большуая. Хотя Большуай был хорош. Слушайте, 6 матчей, 5 голов, 3 ассиста. Так, ну и второй финальный пак у нас за 35 тысяч получается. Давайте смотреть, что же здесь у нас. Здесь у нас волкаута нет. Так, смотрим. День тут есть. 84-й. Нетто. Аталь, Пабло, Бангонда. Что у нас по СБЧ? Может быть, кто-нибудь залетит мне в основу? Так, Марата, Асенсио, Заниола, Симеона. Ну, в Салах понятное дело. У меня созрел вопрос в голове. Если я сейчас начну продавать все свои карточки в клубе, смогу ли я насобирать себе на базового кумира? Хм. Вот в чем вопрос. Продолжение следует.